Более 8 тысяч человек в Самарской области уже заболели ОРВИ или гриппом. По оценкам специалистов, сезонная вспышка болезни продлится как минимум 6 недель. Врачи прогнозируют, число заболевших будет тем же, что и годом ранее, а может быть и ниже. Однако в этом году высока угроза свиного гриппа. Он опасен осложнениями. Очень существенная часть из заболевших, цифры фигурируют и 30%, и даже более, будут инфицированы свиным гриппом. Он зачастую дает достаточно серьезные осложнения, самые частые из которых – это ранняя вирусная пневмония на второй-третий день заболевания, который развивается. Прививку от гриппа Татьяна Прихоженко никогда не делала. Отчасти поэтому и оказалась на больничной койке с пневмонией. Врачи уверены, сезонная прививка могла уберечь от неприятных последствий. Температура держалась неделю 39,5, которую невозможно было сбить практически. Врачи с поликлиники приходили. Сначала ставили диагноз грипп, а потом уже оказалось, что воспаление легких. Вирусная пневмония – заболевание сложное, но при своевременном обращении к врачу прогноз лечения благоприятный. Если есть какие-то проявления, то есть озноб, температура или лихорадка, скажем, температура, не менее двух-трех дней, надо обращаться к врачу быстро. И чем быстрее обратитесь, тем вероятность того, что все закончится хорошо выше. Спать спокойно могут те, кто сделал прививку. В этот раз она точно совпала с типом вируса. И, конечно, нужно соблюдать правила гигиены. Врачи советуют мыть руки как можно чаще, особенно после посещения общественных мест. Это хорошая привычка здорового человека, ведь вирус гриппа распространяется не только воздушно-капельным путем. А вот тем, кто уже заболел, поможет вот такая обычная одноразовая медицинская маска. Ее стоит надевать, когда выходишь на улицу, чтобы не заразить окружающих. Главное помнить, менять ее нужно, как только она отсыреет от дыхания. То есть, примерно каждые два часа. Валерия Макарова, Андрей Трой, Сергей Баскин, Максим Гусев. События.